Товары сайта Invitex37. Вот халат на мне. Стоимость халата у нас 675 рублей. Очень хороший халат. И теплые, и легкие. Одновременно дома ходить. Рукава не мешают. Очень мне нравится. Халат Яна. Хлопок 80%, полиэстер 20. Следующее у нас. Это вот такое вот полотенце. Я его даже так покажу. Большущее полотенце. Это полотенце мне прислали в подарок за видео прошлое. О покупках сайта. Полотенце мягенькое. Сейчас оно не такое пушистое, но его, говорят, надо постирать. И оно распушивается. Ну, довольно-таки плотное. Состав у нас 100% хлопок. Сколько стоит, я не знаю, потому что подарок. Откладываем. Дальше у нас полотенца кухонные. Кухонные. Вот эти полотенечка я покупала по 60 рублей. Не, вот это стоило 90. Красное, оно более пушистое. Полотенце махровое. Тоже 100%. Это у хлопок. Это стоило 90 рублей полотенце. Вот это. А эти уже по 60. Они чуть-чуть поменьше получаются. Они такие махровые. Но тоже очень пушистые, если их постирать. Для кухни полотенца отличные. За 60 рублей. Я думаю, это чуть поменьше у нас. И вот такое вот зелененькое. Брала цвета. Они марки, чтобы были. Полотенца очень понравились. Для кухни отлично просто. Потом был набор полотенец. По 35 рублей. 10 штук в комплекте. Взяла. Скоро же Новый год у нас на подарок. Я даже не думала, что оно такое большое. Полотенце вафельное. Очень красивая картинка. 10 штук, если сюда добавить игрушку елочную, носочки. И вполне себе хороший подарок, если пойти в гости. Полотенца мне прям понравились. Я даже не ожидала, что они будут такие большие. Следующий у нас это пододеяльник. Пододеяльник у нас стоил. Пододеяльник. 435 рублей. Это Бейс Нюкс. Заказываю ее уже второй раз. От поплина оно не сильно отличается. Я бы даже сказала, вообще не отличается. Ткань плотная. У меня уже есть такой пододеяльник. Стирала я его уже. Я вот это не помню, что это нашито. Уже стерки 3 проходил. Ткань не изменяет своей плотности. Хорошая ткань. Стирка не изменяет ткань. Мне кажется, переплачивать за поплин не имеет смысла. Это тоже хорошая ткань. В следующий раз планирую заказывать такое постельное белье. Уже в комплекте. Но мне нужен был пододеяльник отдельно. Следующие у нас это мужские брюки. Спортивные штаны. Штаны легкие. Без утепления. Без начеса. Но они больше, конечно, на лето, чем на зиму. Я думала, они теплее будут. Но на лето тоже пойдут. В конце есть манжеты. Это очень хорошо. Их можно, в принципе, одевать зимой под низ, под одежду для утепления. Но они больше летние. Но мужу понравились. Штаны у нас стоили. Штаны. Полотенце, полотенце, трепо. 341 рубль. Это очень дешево для такого качества. Дальше я заказала наволочки на маленькие подушки. 40 на 40. Но 40 на 40 учитывается шов. Поэтому наволочка чуть-чуть поменьше, чем 40 сантиметров. Но все-таки я ее одела на подушку. Вот подушка диванная. Наволочка стоит 35 рублей. Выбор цвета, правда, был рандомный. Но цвет мне понравился. В принципе, он подойдет к тому, что я хотела. Если вот заказывать, например, как продают гобеленовые, они 200 рублей стоят. А это стоит 35. Можно по 35 на заказывать таких наволочек. Очень много. Надоел такой цвет. Одел другой этот. Постирал. Ткань плотная. Очень плотная. Похоже, что поплин. А я не вижу даже этого. Наклейки нету. Наволочка. Бязь. Бязь. Это бязь. Очень плотная бязь. Я бы сказала, что очень плотная. Так, с этим разобрались. И осталось у нас вот такое вот покрывало. Покрывало. Состав 100% полиэстер. Ну, тут написано флис фиолетовый. Ткань, конечно, тоненькая ткань. Но на диван покрывало. Или использовать как плед. Вполне зимой. Укрыться, если прохладно. Но я заказала на диван. Он все-таки мягенький. Хоть и тонкий, но мягенький. Но за такую цену. Покрывало флисовое. 446 рублей. Полутора спальная покрывало. Это очень дешево. И мне, в принципе, оно понравилось. И на диван подошло. И наволочки мне прислали. Наволочки тоже на диван. Я думаю, что смотреться на этом покрывале будет вполне себе неплохо. Вот такие вот товары. Мне нравится очень этот магазин. Заказываю уже третий раз на нем. И буду в ближайшее время заказывать еще товары дешевые. Даже с учетом пересылки. Очень качественные. Можно много чего заказать на подарок. Ну вот, в принципе, и все. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно, там будут мини-видеодневники. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok